Итумсо, Иудов слушается только тебя. Спроси у него вчера у его дорогого старшего брата Буданова была днюха, сходил ли он положить цветы на его могилу, ведь Иудов так любит это дело. Планируешь ли ты в дальнейшем стать гражданином Швеции, получив их паспорт, и помогло бы тебе это в твоей борьбе? Я такие планы имею, то есть если у меня будет возможность получить шведский паспорт, я конечно же это сделаю. Пока мне об этом говорить не приходится, нужно определенное время прожить в Швеции, имея статус, вид на жительство. Так что к этому мы иншаллах еще подойдем, а так конечно я бы это очень хотел, так как на данный момент для шведов я гражданин России, а я не хочу быть ни для шведов, ни для кого в этом мире гражданином России быть, я не хочу. Поэтому я, как только у меня появится возможность стать гражданином Швеции, я это иншаллах сделаю. А помогло бы мне это? Конечно, конечно же это помогло бы. Даже имея статус беженца, для тебя все равно многие страны закрыты, ты не можешь их посещать вообще в принципе. Некоторые страны ты можешь, но ты должен получать отдельную визу, даже ту же Турцию, допустим, ты не можешь с тревел документом, просто поехать туда. Тебе нужно сначала пойти в посольство, получить визу, а если бы у тебя был, допустим, паспорт гражданина Швеции, то тебе не нужно было бы это делать. Любая страна, с которой безвизовый режим у Швеции, ты просто туда бы вылетал. Поэтому да, конечно, это сильно облегчает твою жизнь. Можно ли считать нахско-дагестанскую языковую группу не только религиозными братьями, но и генетическом плане? Если немножко окунуться в эту генетическую тему, посмотреть наши проекты, то ты найдешь очень много пересечений у нас по генетике. Поэтому да, в целом мы, у нас понимаете разные, генетика у нас тоже разная, так как мы вообще являемся полноценными народами, у нас разная генетика. То есть внутри чеченского общества есть разные гены, внутри дагестанского разные гены ингушского. Но переплетений в то же время у нас очень много. То есть люди, у которых одни предки, они находятся среди чеченцев и дагестанцев, чеченцев и осетин, ингушей и осетин, ингушей и дагестанцев. То есть люди, у которых где-то там выше будет один общий предок. Поэтому да, братство здесь генетическое безусловно. Но не у всех вообще в целом имеется в виду, а вот у разных людей. Поняли, да? То есть где это, там далеко понятно, что у нас у всех будет один праотец, у всех людей в целом. Я имею в виду в каком-то обозримом будущем, где вот генетика может определить, да. То есть здесь мы видим пересечение. Почему гены и в принципе вопрос происхождения так обсуждается? Неужели это до сих пор так актуально? Зачем? В чем смысл? Ну узнал ты, кто твой отец и где пересечение и что дальше? Ну это в целом, это интересная тема для исследователей, которые пытаются понять, как люди мигрировали, где они жили раньше и как жили и так далее. Ну это чисто в целях исследования. Это не изменит нашу жизнь абсолютно к лучшему. То есть знания об этом не сделают нас более успешными. Но знания об этом, на данном случае на Кавказе, они очень полезны, так как я в этом вижу еще один момент для объединения. Когда ты понимаешь, что твои родственники в соседнем народе, что мы в принципе друг к другу родственны, это еще один такой момент, на который мы можем акцентировать внимание в вопросах объединения, примирения друг с другом. Я думаю, для нас это полезно. А так, если вы думаете, что это только у нас там заморачиваются с этими ДНК-проектами, вы ошибаетесь. Здесь в европейских странах тоже есть свои ДНК-проекты, и они очень финансируются. И даже если, даже когда они обнаруживают, допустим, какой-то ген, кто-то там на Кавказе издает ДНК, и у него обнаруживается какой-то европейский ген, эти европейские проекты берут его на себя, финансирование, полностью изучение дальнейшего его древа, понимание, как они вообще оказались на Кавказе, то есть им это интересно. Так что это такая отдельная сфера, которую не нужно критиковать, не нужно говорить, что это не нужно, это не полезно, это полезно, пусть люди изучают. Главное, чтобы не было фанатизма. В том, что Армения и Азербайджан после отделения от России 30 лет воюют и конца не видно, свободному Кавказу это не грозит, или кавказцы умнее. Но я думаю, не грозит в целом, потому что у нас нет каких-то подобных противоречий, которые мы не могли решить мирно. Но опасность, она всегда существует, если бояться каких-то опасностей и ничего не делать, то вообще не надо на улицу выходить. Вот у меня был сосед один, он вышел и с угроб, не с угроба, а как это называется, с крыш то, что падают, сосульки огромные, упало на голову, стал инвалидом. Есть ли гарантия, что ты завтра не выйдешь и тебе не упадет? Нет, конечно, по гарантии. Стоит ли теперь не выходить на улицу, не работать вообще? Конечно, не стоит. Выходить надо, жить дальше надо. Надо заботиться о том, чтобы не было этих сосулек на крышах. Вот эти вот страшилки, типа, а вот там, смотрите, вот так, а вот у вас, ну да, где-то не получилось, а где-то получилось. Почему? Почему теперь, боясь этих проблем, мы должны жить в рабстве у России? А что ты в Турцию не поедешь? Сейчас же у тебя есть такая возможность. А зачем мне это, Ричард Паркер? Если в качестве туриста ты имеешь в виду просто побывать в Турции, то, ну, если будет такая возможность, то, возможно, поеду. А если же ты имеешь в виду на постоянное жительство, то, ну, зачем мне это делать? Для чего? Хай, Тумсо, Иудов слушается только тебя. Спроси у него вчера, у его дорогого старшего брата Буданова была днюха, сходил ли он положить цветы на его могилу? Ведь Иудов так любит это дело. Хороший вопрос, Киану Резван. Им тут нужно соблюдать вот эту вот политкорректность, некую моторнишину, а у нас называют у чеченцев, как это на русском сказать. Короче, делать вид, да, делать вид они же должны, поэтому они делают вид, что они не любят Буданова, не любят Шаманова, хотя свободно себе заседают вместе с Шамановым на каких-то мероприятиях. Иудов вообще, Иудов и все остальные герои России находятся в этом клубе героев России, председателем которого является Шаманов. Это тоже им не мешает. Но тем не менее, давайте скидочку будем делать Иудову, так как это единственный человек, как вы знаете, который выходит открыто в эфир и критикует этого своего падишаха, поэтому никто больше не смеет такого делать. Поэтому давайте будем Иудову давать небольшую скидочку. Тумсо, прошу ответить, по ГУЛАГу нет. Про Швабры. И как смотришь на видеонаблюдение, которое будет предоставлено родственникам заключенных? Видеонаблюдение я смотрю негативно вообще в целом. А, ты имеешь в виду то, которое имеется там видеонаблюдение, чтобы к нему также имели доступ и родственники? Если то, ну, понятно, что это никогда не будет реализовано, но в целом, конечно, было бы неплохо. Но в камерах там ставить, допустим, камеры видеонаблюдения, чтобы они не могли там вообще оставаться вне наблюдения, то, конечно, я против этого. Должна быть какая-то зона у заключенных, где за ними не наблюдает администрация, я считаю. Это, на самом деле, очень ограничивает людей. Я видел такие камеры, где было это наблюдение. Это даже в туалете не мог как бы уединиться без этой камеры. Это очень стрессовая ситуация. А вообще отношение к этому, ну, какое может быть у нормального человека отношение к увиденному? Я вообще после просмотра последнего этого ролика, который я вот репостил у себя, они, по-моему, ограничили к нему доступ, после просмотра я получил какую-то психологическую травму. Взрослый человек, да, в принципе, немало я в своей жизни видел, но эти кадры не могли из моей головы выйти. Я до сих пор как бы шокирован просто тем, что такие люди существуют, что это возможно. Как бы, да, ты, в принципе, знал ли я это? Да, я это знал, но знать и увидеть – это разные вещи. Вот когда я увидел, меня это очень сильно шокировало. Мир уже не будет, наверное, прежним. Это важно, на самом деле, это увидеть, хоть и зрелище не из приятных, но я считаю, что все люди должны это посмотреть, чтобы никогда не допускать подобного. Субтитры создавал DimaTorzok